МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он был в этом году при обороне Москвы в районе Тучково. И долгое время о нем ничего не было известно, кроме архивных документов, что погиб во время обороны Москвы. Найден самолет, найден сам летчик. И огромное спасибо поисковым отрядам, которые тысячами людей поднимают, тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Именно из этих мест летчик отправился на боевое задание и пропал без вести. 80 лет о нем ничего не знали. Родственники не оставляли надежды. Искали, ждали и не напрасно. Поисковикам удалось найти не только самолет, но и останки пилота. Мы должны помнить подвиги наших предков, наших дедов. И самое важное, что это все находится на территории Кубинки. Кубинку знают не только в рамках нашего региона, в рамках Российской Федерации, но и на всех просторах мирового масштаба. Земля Кубинки полита кровью наших дедов, наших праведов. И та огромная работа, которая проводится нашим поисковым отрядом – это руководители Алексей Кобюхов, Антон Кузнецов. Слова благодарности, низкий поклон за их работу, тем ребятам, которые работают в их команде. Пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной. Вячеслав Киреев уверен, значимость поисковой работы трудно переоценить. Задача подрастающего поколения и молодежи – продолжать эту деятельность, чтобы память о героическом прошлом жила. Для тех молодых людей, которые сегодня здесь присутствуют, все, кто является новым поколением, 15, 20, 30, 40 лет, это как раз носители той истории, они должны не потерять ничего. Не должны ни грамма потерять из этой славы, из этой истории, из истории наших предков. Памятник установлен на территории аэроклуба ВВС Кубинка. И каждый может прийти сюда, чтобы поклониться или возложить цветы. Останки самого летчика будут до весны храниться в храме села Акулова. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».